Добрый день! Сегодня анбоксинг. Это кубик 2х2, ЮПО, магнитный. Глядя на коробочку, я подумал, что, наверное, продавец что-то перепутал и прислал мне обычную двушку, не магнитную, поскольку магнитной версией этой серии выглядит примерно вот так. Но, открыв коробочку, я понял, что кубик-то все-таки тот. Не знаю, может быть, упаковка у них меняется от серии к серии, не знаю. Внутри есть инструкция, очень маленькая, для 2х2. Ну и коробочка такая вот обычная. На ней написано ЮПО 2017, где-то я разглядел, вот здесь. Так что все-таки я предполагаю, что, может быть, коробочки перепутали. Сам кубик-то магнитный. Если кто-то является обладателем такого же кубика, напишите, какая коробочка была у вас, и с чем это связано, если в курсе. Но коробочка это все мелочи. Сам кубик нас больше интересует. Это бюджетный магнитный кубик 2х2. Мы до этого знали кубик MGC, магнитный и бюджетный. Есть еще Шэнк Шоу Мистер М, но я его покупать не стал, поскольку в ценном пластике его не было. Будем сравнивать с MGC. Ну и с каким-то кубиками, которые я регулярно кручу. По внешнему виду давайте сразу смотреть. Учитывая, что MGC и ЮПО, все-таки он, кажется, V2M называется, это один и тот же производитель, то сразу можно заметить, как различается расцветка. Есть такой розоватый, ярко-красный, белый, понятно. Оранжевый более светлый на ЮПО, желтый более яркий получается. Вместо зеленого такой бирюзовый. Ну и голубенький вместо синего. Расцветка, скажем, такая прямо нежная. Непривычная, но больше меня радует вращение кубика. Так, и еще по форме, что можно сказать, на MGC более острые ребра кубика. Здесь они более гладенькие. Такой весь нежный-нежный кубик. Размер такой же, 50 мм. Здесь без изысков. И магнитики можно увидеть, здесь вот просвечивать слегка. Совсем чуть-чуть. Что можно сказать? Я его достал из коробочки, покрутил, понял, что он какой-то не такой. Добавил буквально пару капель смазки, и он стал просто отличным кубиком 2х2. Я вот люблю двушки, которые быстрые и с не очень сильными магнитами. То есть, валк, как я его не старался, перетереть, покрутить. Да, он быстрый, да, он там хороший. Но магниты для меня чересчур сильные. Некомфортно мне им собирать. То есть, мой выбор это пока еще GoGuan. То есть, я всего для двух дисциплин ВЦА оставил кубики со стикерами. Это 2х2, собственно, GoGuan. И сборка одной рукой 3х3 Вилон ГТС-2М. Все остальные я уже перешел на Color. Но это пока держится, поскольку альтернативы достойной не нашел. Думал, валк будет, но он, надеюсь, не оправдал. Но, может, что поменяется. Многим нравится. Так вот, ЮПО близок по стилю вращения именно к GoGuan. И этим он мне понравился. Что можно еще сказать? Я так подумал, кубик очень дешевый для магнитного. Вращается как топовый куб 2х2. Возможно, он нестабилен. Поэтому я не стал записывать видео сразу, а открутил на нем уже больше 100 сборок. И за это время никаких проблем. Да, у него можно вот так вот флипнуть уголок рукой. Очень легко это делается. Если возьмем GoGuan, там делается чуть посложнее. Возможно, это зависит от настройки. Но во время сборки ни разу уголок не флипался. Ни единого. Ни каких-то критичных локапов, попов ничего не было. То есть, стабильно и я вынужден хвалить этот кубик. Да, расцветка очень непривычная. Наверное, при тусклом освещении вот этот голубой и бирюзовый будут путаться. Такое возможно. Но в целом, даже с нестандартной расцветкой, этот кубик очень хорош. Я на всякий случай достал старый ЮПО, с которым я когда-то ездил на свой первый чемпионат в Белгороде в Айт-Сити Купин 2017. У меня на тот момент был уже Тангпо, но я их перепутал перед отъездом и забрал именно ЮПО. Но сравнивать их я думаю смысла особого нет, поскольку строение совсем не такое. То есть вот у нас угол на срезе у старого ЮПО, а вот у второй версии тут и рельсы. Про магнит вообще молчу. Если внутреннее ребро мы посмотрим здесь вот такое, на новом совершенно другое. как бы это абсолютно другой клуб. Старый ЮПО был совершенно неплохой двушкой. Время идет, технологии развиваются и он вот такой вот очень быстрый и приятный. Если описать одним словом этот кубик он очень комфортный. Комфортный, быстрый, но по цветам еще и нежный. нежный кубик, так его можно называть. И те лакапы, которые случаются, по крайней мере в моих сборках, они в первую очередь зависят именно от моих кривых рук, поскольку я не тренирую активно 2х2. Результат там в районе 6 секунд, чуть больше. а кстати, по-моему вот сотка, которую я открутил на этой 2х2, она была по-любому лучше, чем на валке, хотя на валке тоже была неплохая сотка, для меня. И возможно даже лучшая сотка на всех 2х2, которые я крутил. Я не проверял, но она там чуть больше 6 секунд, точно не помню сколько. Думаю, если бы я продолжил в том же духе, я бы точно улучшил еще. Вот так. Очень хорошая 2х2. Да, она немножко шумновата, и этим она похожа на кубик танк-по. Танк-по как раз от той эпохи 17-го года, примерно такой же звук и некоторые ощущения. То есть если после танк-по пошел вейпо, то тоже был как-то поглуше и помягче. А это немножко звонкий. Давайте разок еще соберем и будем заканчивать. Вот такой вот замечательный кубик 2х2. Стоит ли он своих денег? Определенно стоит. Является ли он лучшим бюджетным кубом 2х2? Магнитным. Скорее всего да. То есть это отличный конкурент MGC. Одна проблема он далеко не везде продается. Я его купил не там где я обычно покупаю в другом магазине. Но я не пожалел. Это получается 31 кубик 2х2 в моей коллекции. Да, я начал готовиться к обзору своей коллекции. Перебрал уже кубики 2х2. Это будет 31. Нашел все потеряшки. Отсортировал. Переписал. Как только переберу все свои кубики. Наконец-то их пересчитаю. Будет видео с обзором коллекции. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.